И вот Васютка дома. В избушке натоплено так, что дышать нечем. Накрыли его двумя стёганными одеялами, оленьей дохой, да ещё пуховой шалью повязали. Лежит Васютка на топчине разомлевшей, а мать и дедушка хлопочут около, простуду из него выгоняют. Мать натерла его спиртом, дедушка напарил каких-то горьких, как полынь, корней и заставил пить это зелье. Может, ещё что-нибудь покушаешь, Васенька? Нежно, как у больного, спрашивала мать. Да, мам, некуда уж. А если вареница черничного? Ты ведь его любишь. Если черничного ложки две, пожалуй, войдёт. Ешь, ешь. Эх ты, Васюха, Васюха, гладил его по голове дедушка. Как же ты сплоховал, раз уж такое дело не надо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно, дело прошлое. Мука, вперёд наука. Да, глухаря, ты говоришь, завалил всё-таки? Дело. Купим тебе новое ружьё на будущий год. Ты ещё медведя ухлопаешь. Помяни моё слово. Не, боже мой, возмутилась мать. Близко к избе вас с ружьём не подпущу. Гармошку? Приёмник покупайте. А ружья чтоб и духу не было. Пошли, бабьи, разговоры, махнул рукой дедушка. Ну, поблукал маленько парень. Так что теперь, по-твоему, и в лес не ходить? Дед подмигнул Васюбке. Дескать, не обращай внимания. Будет новое ружьё и весь сказ. Мать хотела ещё что-то сказать, но на улице залаял дружок, и она выбежала из избушки. Из лесу устало, опустив плечи, в мокром дождевике шёл Григорий Афанасьевич. Глаза его ввалились, лицо, заросшее густой чёрной щетиной, было мрачно. Напрасно всё. Отрешённо махнул он рукой. Нету. Пропал парень. Нашёлся. Дома он. Григорий Афанасьевич шагнул к жене, минуту стоял растерянный, а потом заговорил, сдерживая волнение. Ну, а зачем реветь? Нашёлся, и хорошо. К чему мокреть-то разводить? Здоров он. И, не дожидаясь ответа, направился к избушке. Мать остановила его. Ты уж, Гриша, не особенно строго с ним. Он и так лихо натерпелся. Порассказывал, так мурашки по коже. Ладно, не учи. Григорий Афанасьевич зашёл в избу, поставил в угол ружьё, снял дождевик. Васютка, высунув голову из-под одеяла, выжидательно и робко следил за отцом. Дед Афанасьевич дымя трубкой покашливал. Ну, где ты тут, бродяга? Повернулся к Васютке отец, и губа его тронула чуть заметная улыбка. Вот он я. Привскочил стопчина Васютка, заливаясь счастливым смехом. Укутала меня мамка как девчонку, а я вовсе не простыл. Вот, пощупай, пап. Он притянул руку отца к своему лбу. Григорий Афанасьевич прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине. Затраторил варнак. У-у-у, лихорадка болотная. Надел ты нам хлопот, попортил крови. Рассказывай, где тебя носило. Он все про озеро какое-то толкует, заговорил дед Афанасьевич. Рыба говорит в нем, видимо-невидимо. Рыбных озер мы и без него знаем много. Да не вдруг на них попадешь. А к этому, папка, можно проплыть, потому что речка из него вытекает. Речка, говоришь? Оживился Григорий Афанасьевич. Интересно. Ну-к-нук, рассказывай, что ты там за озеро отыскал? Через два дня Васютка, как заправский провожатый, шагал по берегу речки вверх, а бригада рыбаков на лодках поднималась следом за ним. Погода стояла самая осенняя. Мчались куда-то мохнатые тучи, чуть не задевая вершины деревьев. Шумел и качался лес. В небе раздавались тревожные крики птиц, тронувшихся на юг. В Васютке теперь любая непоготь была нипочем. В резиновых сапогах и в брезентовой куртке он держался рядом с отцом, приноравливаясь к его шагу, и наговаривал. Они густо, как взлетят сразу все, я как дам. Два на месте упали, один еще ковылял, ковылял и свалился в лесу. Да я не пошел за ним, побоялся от речки отходить. На Васютке на сапоги налипли комья грязи. Он устал, вспотел и нет-нет, да и переходил на рысь, чтобы не отставят отца. И ведь я их в лед саданул, гусей-то. Отец не отзывался. Васютка посеменил молча и опять начал. А что, в лед еще лучше, оказывается, стрелять. Сразу он несколько ухлопал. Не хвались, заметил отец и покачал головой. И в кого ты такой хвастун растешь? Беда. Да я и не хвастаюсь. Раз правда, так что мне хвалиться? С конфужина пробормотал Васютка и перевел разговор на другое. А скоро, пап, будет пихта, под которой я ночевал. Ох, и продрог я тогда. Зато сейчас я вижу весь сапрел. Ступай к дедушке в лодку, похвались насчет гусей. Он любитель байки слушать. Ступай, ступай. Васютка отстал от отца, подождал лодку, которую тянули бичевой рыбаки. Они очень устали, намокли. И Васютка постеснялся плыть в лодке. И тоже взялся за бичевую и стал помогать рыбакам. Когда впереди откроешь широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто-то из рыбаков сказал. Вот и озеро Васюткино. С тех пор и пошло. Васюткино озеро. Рыбы в нем оказалось действительно очень много. Бригада Григория Шадрина, а вскоре и еще одна колхозная бригада, переключились на озерный лов. Зимой у этого озера была построена избушка. По снегу колхозники забросили туда рыбную тару, соль, сети и открыли постоянный промысел. На районной карте появилось еще одно голубое пятнышко с ноготь величиной. Под словами Васюткино, Оз. На краевой карте это пятнышко всего с булавочную головку, уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве сам Васютка. Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами. Вот где-то среди них кляксочек и есть та, которую именуют Васюткиным озером. Аплодисменты